У нас сегодня будет стрим по Uncharted 4. Собственно говоря, вот я уже немного прошел игру. Собственно, сюжет это никак не касается. Это так, небольшие, как сказать, как маленькие предыстории, которые не касаются основного сюжета Uncharted 4. И вы сейчас все спросите, а почему Uncharted 4? А я отвечу, потому что... Потому что, по сути, проходить пока что нечего. И... новых, особо интересных игр мне пока что не постричалось. И вот я решил пройти известную классику на PlayStation 4. Это Uncharted 4. Забавно, но каждый Uncharted, по сути... То есть его название, точнее его цифра соответствует с PlayStation, который выходит. Например, Uncharted вышел на первую PlayStation. Второй Uncharted вышел на вторую. Интересно, а на пятую PlayStation выйдет пятый Uncharted? Ну, никто не знает. Что ж, сейчас тогда начнем. Мы договорились, что больше в такие дела не полезем. Да, просто... ну... Не такой там прям уж риск-то. Ну, подумаешь, разрешение. Позвал бы Салли. Сколько вы не виделись? Два года? Давай оставим эту тему. Я просто не хочу, чтобы ты отказывался из-за меня. Я отказываюсь из-за себя. Ясно? Я оценил твой жест. Просто... Ладно, пойду-ка я мыть посуду. Стой, я помою. Ну, погоди. Ты вчера мыл. А ты готовила, так что мыть буду я. Ну, или... Или... Давай лучше что-нибудь прикольное придумаем. Мыть будет тот, кто проиграет. Ты хочешь со мной сыграть? Ну, да. Давай в эту твою игрушку на приставке. Спорим, я побью твой рекорд. Ты надеешься... А вот это уже интересно. Мои игрушки на приставке. Ну да, что испугалась? Да ты даже название не знаешь. А мне не надо это знать. Я знаю, что там делать. Там надо бегать и прыгать. А у меня к этому вообще-то прирожденный талант. Правда? Что, трусливая царочка? Испугалась? Ну все, ладно-ка в бой. Началось. О, PlayStation 1. Это же... Это же составка оригинального PlayStation. Да, вот он, Sony Interactive Entertainment. Ну там, мы сейчас не показали логану, но там вот PlayStation. Офигеть. Где твое терпение? Когда что-то включаешь, хочешь, чтобы... О, все, началось. Кресс-бандит кот. Что-то не так? Нет, нет, тут просто... О, оригинальный Джессика PlayStation 1. Как начать-то? Нажми кнопку старт. Я сам знал. Я знал. Так, это... А, я могу, да, классно, я могу двигаться. Бежать на камеру. Понял. А, как обращение? Не-не-не. Бежать крест для пышка? А почему нельзя... А где тут крест? Он справа. Ясно. Перепрыгивай через ямы и препятствия. Ага, это я... Ой. Понятная фигня. Почему он за мной катится? Просто беги от него. Ничего не сделала. Мне забольно вертится. Так, соберу яблоки. Что это? Офигеть. Блин. Все. Я бы смог бы продолжаться. Ему нужно учиться лазать. Меня это всегда спасало. Так, камень. Черт. Что мне жать? Круг прощения. Прыжок. Прыжок. Ну что, ничего. Не совсем ужасно. Камень. Прыжок. 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 Что? А. Уже все это видели, да? Блин. Черт. Это трудно. Теренна трудно. Так, ладно. Попробую разобраться. Так. Так, прыжок. Прыжок. О, да. Так, крутой. Неплохо, неплохо. Уп. Прыжок. 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 Это кто? А? Бандикут. Паха. Блин. Черт. Почти. Блин. Это слишком трудно. Чего? И все, что ли? Это невозможно просто. Это хардкор реально. Это издевательство. Она как будто на последней сложности играет. Ну, а ты еще попробуй. Давай, все или ничего. Мою машину уже давно пора помыть. Ты меня еще подначить будешь. Там есть режим, называется легкий. Может, включишь? На нем правда очень легко. Нуся, ты сейчас у меня договоришься. Что ты сделаешь? Я тебя предупреждаю. Что ты сделаешь? Предупреждаю? Ну, по правде, ну что ты сделаешь? Покажи. Ну, что ты по правде сделаешь? Я сделаю строй. Ой. Мне наверное, у себя сплюшлипит. Эй, ты счастлив? Ну, конечно. А ты? Серьезно? Иди сюда. Вообще, сначала я хотел сделать стрим по Don't Starve. Точнее, шифрек дополнению. Но там уже достаточно много пройден, поэтому я не знаю, делать или не делать, пишите в комменты. Нет, прочитаю обязательно. Пока закрыто. Да что ж тебе. Ладно, иду я, иду. Ну, люди. Да, вам помочь? Я тут ищу своего брата. Это Сэм? Он вашего роста. Постройнее. И без такой седины на висках. А так же вроде умер в тюрьме. Рад тебя видеть. Ладно, окей, чищитесь, проспылили, простите. Господи, Сэм. О, ладно, ладно, полегче, полегче. Как? Я думал, тебя подстрелили. Да, было дело. Вот сюда. Господи. Их врачи, ну, врачи. Меня за что? Что ж, предупреждаю, заранее возможно будут еще спойлеры на стриме. Так что, если что, я, скорее всего, буду говорить слово спойлер. А потом уже говорится спойлер. Тут же посадили обратно. Ну, я же... Я же выяснял сто раз, проверил. Итак, спойлер. В начале игры будет небольшое задание, где нужно будет поискать клад в башне в тюрьме. И как раз потом начнется, как сказать... Можно сказать, мы будем как сбегать из тюрьмы. Ну, поскольку в тюрьму мы попали там по ложным обвинениям. Точнее, ну, не как по ложному, а и надо было как бы туда попасть. Так вот, когда мы сбегаем, Сэма подстреливают. Причем неплохо. Он еще и падает с такой неплохой высоты. И Дрэйк, типа, вот Натан Дрэйк, думал, что он реально умер. Но он вернулся, и для него это прям вот в небольшом суде радость. Что ж, продолжим дальше. Нам всюду подтверждалось, что ты погиб. Нейт, мы убили охранника. Поэтому они очень хотели сгноить меня в этой камере. И у них почти получилось. Господи, Сэм. Если бы я знал, я клянусь тебе, я бы за тобой... Я знаю, Нейт, я знаю. Но важно то, что я выбрался. Эй, эй. Все нормально? Да. Надо на воздух. Ты, я надеюсь, в обморок попадешь? Я постараюсь. Такие новости знаешь ли. Согласен. Ну, как... Как ты выбрался? Когда ты выбрался? Как... Как ты вообще меня наш? Так, так, так. Тормози. Лучше сядь. Давай про себя. Ну? Я? Да. А что? Ну? Мои старые знакомые рассказывают безумные истории. Какие еще истории? Например, Как ты висел в вагоне над пропастью в Гималаях? Отсылка на вторую часть. Ну да. Выкладывай. Что я пропустил? Даже не знаю, с чего начать. Давай с лучшей части. Так, тут прям сразу все три части. Я не знаю, про как вы говорите. Ну, пусть будет... Ну... Помнишь ту красивую астролябию, которая осталась от пирата Дрейка? А, которую это... Как ее сперло в Картахине? Марвел. Да, Марвел. Ну, я ее нашел. И для этого я... Прикинулся мертвым. Ну, дело не хитрое. Ну, и все как обычно. Потерянный город разрушен, но... Мы из него выбрались. Чудо. Невероятно. Ну да. Невероятно. Короче, стихи, ты сих пор не прошел. Жаль тебе. Надо бы как-нибудь пройти. Нет, я в буквальном смысле не верю. Нет, то есть... Ты говоришь. У меня было издание, по-моему, оно в PlayStation Plus шло. Там, по-моему, было издание сразу с тремя играми. Первая часть, вторая часть и третья. Я прошел третью и вторую, а первую так до сих пор не прошел, потому что там мне слишком наскучило. Что, типа наткнулся на очередное легендарное сокровище и от чего-то вдруг опять удалился ни с чем. Ну, вот такова моя планета. Удалось, конечно, прихватить несколько побрякушек. Хватило на машину, дом, кольцо с бриллиантом. Господи, я женился. Что ж, я сразу-то Елена, про которую я... Она моя жена. Я тебя познакомлю. Приходи сегодня к нам в гости. Мы поужинаем. Я ей про тебя расскажу. Черт, надо ей рассказать. Нейт. У меня большие проблемы. Что? О чем ты? Какие проблемы? Знакомо имя Гектора Алькасара. Да, он наркобарон. Панамский мясник вроде. А что? Ты не поверишь, но... Мы год сидели в одной камере. Ох, я... Офигеть. Так, я и выбрался из тюрьмы. А, сейчас будет предыстория, как он выброс, точно, да. Да, началось. Книжку забрасил, да? Подойди-ка, Сэмил. Слушай. Охрана. Песни поет. Ну, напились, походу. Возможно. Но они довольны. Как можно быть довольным такой убогой жизнью? Убогой работой. Ну, зато... Их дома женушки ждут. А у нас с тобой что? Без обид. У нас есть мечты. И когда мы выберемся, мечты поведут нас в такие дали, какие этим болванам не снились. Ну что ж, меня восхищает твой оптимизм. Что ты сделаешь, когда выйдешь, Сэмил? Предвращений. То есть, если я выйду, да ты и сам все знаешь. Да, знаю. Но я хочу услышать от тебя. Я пойду искать величайшее пиратское сокровище, о котором я тебе уже все уши прожужжал. Нет. История о Генри Эвери и его четырехстах миллионов в золоте стала для меня слаще колыбельной. Думаешь, ты их правда найдешь? Если будет шанс, конечно найду. Четырестнадцать миллиард долларов. А в рублях тебе сколько, офигеть. Как там Эвери говорил? Я человек фортуны, и я поймаю ее за хвост. Мне это нравится. Это еще что? Какой перестрелок, что ли? Ну вот это и есть наш шанс. Сеньер Алказар. Налегра Гайерла. Садимай такие. Ух. Вот это не так что-то. То ли на испанском, то ли еще на хвост. Ты готов ловить свою фортуну? Да. Классно. Текаем. Охренеть. Дальние все на позиции. Камином. Не надо. Камином. И долго ты это планировал? С того дня, как оказался здесь. Самил, живей. Некогда. Нам нужно идти быстро. Ну нифига себе. Офигеть. Офигеть. Как надо стрелять. Ну, как-нибудь вспомню. Абрантодес Лас-Пуэртес. Гектор. Тут же вспыхнет настоящий бунт. Хе-хе-хе. Именно. Агангло. Шесть рядом. Принеслась. Так, понятно. Ай, юра! Яй, юра! Я играю с помощником прицеливания. Просто потому что... Просто потому что отстать жилостика. После них вообще некомпьютерно. Да, хорошо. С работать. Сейчас надо заработать. У меня как-нибудь аромат? Вот берега. патроны 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 как патрон нашел спасибо спасибо там а потом и как всегда да вижу И что теперь? Мы в позицию. Вы готовы? Да. Пусть где ты. Семил, найди укрытие. Что? Зачем? Ага, я снова посмотрю. Черт, что за фигня. Да. Все нормально. Это за саги камином. А я думаю, ты какой-то тип не продал. Допустим. Товарищ, я тут немного дебил. Давайте. Упусти. Ага, классно. Ай. Налид. Аплодисменты. Награды 4. Потом, я так понимаю, не подбираются. Жаль. что с оружием я не знаю прячься спрячься 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 щи спрячься а не показался ли он с ним дрался так патроны патроны патронов нет классно патроны а патронов опять нет жаль а я я же зачем мне нужно нет не то помощь прицеливания пусть будет трешник что добежать прям одни взрывы не общинась круга прицеливание 0 все на так ясно почему а черт поставить здесь 5 здесь выключен вот все да кого я обманываю сегодня исходных не да че патронов нет а 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 всем лице просто сломали держи нет нет спасибо мне сейчас ничего не надо ты обезвожен спасибо куда теперь пойдет да куда же я теперь приму ванну сплю в настоящей кровати может подцеплю себе хорошую бабенку и найду своего брата по-моему неплохое начало ты прав насколько могут занять поиски сокровища генри эври о я не знаю нужно добраться до штатов а там видно будет сколько ну я пока еще не начал но ты же знаешь где она ну да знаю просто не оставил нам карту с большим красным крестом ясно но у меня не ты мне нравишься и главное я тебе поверил потому ты здесь я все найду мне просто просто нужно время да манка чая видишь какое дело меня теперь мучают жестокие сомнения гектор послушай я все найду клянусь сколько полгода люди линей они всегда просят больше времени чем надо и месяц за три месяца него три месяца не половина но он хоть что-то справишься половина говорит перебор ты месяца тебе половина это просто помогите то море вы решили вот и все прятать от меня клад или чего доброго побежишь сдаваться в полицию я узнаю я подкараулю когда не ждешь и тогда ты будешь умолять меня смерти у нас просто пощадили вот это самый ближайший город в десяти километрах туда сторону солнца давненько ты не видел восхода солнца как мне тебя найти потом не бойся придет время я сам к тебе явлюсь вот алькасар меня отпустил и и я здесь плохо делал ну мы просто пойдем по тому же мы и крышу бандипута купить на playstation 4 сэм да нет никакого в принципе можно когда мы с рейфом удрали он купил всю землю вокруг собора святого дисмоса на папочке на земле мы там все прочитали сокровища их камеры не покупать крышу бандипута рейк вот не сдался или нет все эти годы копает придурок ничего не накопал я не удивлен в смысле ну я я просто тоже немного покопал ну вряд ли у рейфа есть это крутая штука интернет такое можно найти просто крест святого дисмоса просто тот что мы нашли был разбитый и пустой внутри еще одна зацепка это целый эвари сделал их несколько кого не было в том что мы нашли в панаме наверняка до сих пор есть в этом ну круто и где же он этот истинный шедевр пустят с молотка через три дня в поместье россии а мне показался секунду россии ну да как ты собираешься добыть приглашение на эксклюзивы стерва хранения нелегальный аукциум ну все рост приглашение не так уж необходимо про вас а где ты возьмешь денег чтобы перебить все ставки я могу перезаложить дом и все равно этого не хватит рост или россии а ясно ты его украдешь не я мы как всегда нет цель я не могу я завязал что нет все я больше такими вещами не занимаюсь и потом у меня полно контактов которые гораздо лучше с такой задачей справиться это кто ну не знаю вот вот господи доходьте чарли катор нет вот не я с этим и не в коем случае я не доверю чарли и прочим гражданам из твоего телефона свою жизнь ясно мне нужен ты в принципе зачем натан че так натан волнуется он это делал очень много раз у него просто на это талант и он просто не конечно не надо загреметь в решетку просто за то что что-то украл ну блин да не многое будет даже стыдно обидно и неприятно на дело-то на 400 миллионов можно же рискуй должен же быть другой вариант у меня слишком мало времени салькасаром нельзя шутить интересно сколько он его искал милая это я стоп подождите в начале игры был написан точнее но после после тюрьмы было написано 15 лет спустя они тут другой то есть на слушай ты не поверишь джеймсон только что привез разрешение да и сказать правда не пробовала в общем похоже я все-таки лечу в малайзии началось он представлял самому себе честно в стриме никого нет что там видно ну как водится шайка благородных жуликов при полном параде и пока никакого салевана время еще раз стали точно хранилище у них находится в доме затем особняком тебя оттуда видно только самую верхушку вот бы поглядеть что они там прячут нам нужен только крест пирата эвери не уж то не хочется принести жене безделушку смешно не усложняй ладно понял было бы не так сложно быть мы с тобой вдвоем мы б уже туда пролезли вопрос как ты хоть придумал запасной план на случай если салли нас подведет он не подведет а если его поймают сэм он знает хозяева аукциона сейчас он там со всеми раскланяется поднимется наверх и откроет нам окно все сквачено так короче говори прямо а если он смоется с крестом да никогда в жизнь виктор салливан мы об одном человеке говорим да он подставлял напарников но не нас но не тебе у вас не всегда были разногласия мягко говоря я ему верю как себе он не родной слушай по ходу сюжетом мы поймем точнее не поймем а в ранних частях было показано что салли воспитал дрейка я хочу чтобы ты ему поверил ну точнее как воспитал в этой части показывает что дрейк был в католической школе как там было сказано в других частях были моменты где мы будем то ли в испании в капаун в колумбии и там капсать потом салли нас мужской как примет как не сына как-то примерно так то есть немного непонятно ладно вот он все сделает как надо рано или поздно но надо же на всякий случай подготовиться и к тому что делать если видишь классно смокинг не запачкай зачем кто был когда-то вором он салли прямо не верится я на свободе с тобой в италии в италии если только на украшения это проблема когда нет проблем тут еще три ты что здесь не в первый раз нет в третьем бывал по делам сталин ну да что я не помню на мост не залезет у нас там все в принципе как всегда то есть такое хочу залезть я себя залезть так куда тогда а м нет ни суда значит скорее всего туда вправо либо хоть какие-нибудь метки не знаю маркеры маркеры вон там внизу балка веревку зацепишь хэ ты сомневаешься смотри ну смотрю я делаю в движении кистью видишь ну неплохо для отлично да ты профи теперь ты так ладно попробуй сюда а здесь только вниз а так и куда теперь посему вниз а еще одно можно зацепиться вон за ту балку определенно так кстати посему вниз так поехали с первой а что не задавайся сер ясно а я сейчас а ок и если есть разгоняемся так судьбой силу раскачаться черт спират тубу и форс вене листа с комиссией апартита митера вечера ингитар традитор эй нам компоненты логови националы города в том как автомат и нам не понадобится все пройдет больше всего скучают по мелочам м вот чем это сил м по чакам окей судя по всему не сюда вниз 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 выйдет ага я понял что надо делать ухи а так ну пусть будет как то так я блин где здесь что-то петли так и пусть он слишком высоко ну пусть будет так нормально все спускайся нормально так теперь так раньше прыгать было не так больно стареешь приставить твои другие находки те что без меня хоть фотографии есть наверное а не так не так все по всему а нет не здесь это куда дальше а здесь на сбоку вверх ты хотел сказать опасно черт черт ты живой там да порядок не никуда теперь так наверное плохо будет если промажешь это да но я не промажу интересно зачем взаимодействие треугольниками если по сути нам сейчас даже не нужен давай давай спасибо нэйт 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 что классно проще просто здесь ну ладно так все нормально да ну как ну все четыреста миллионов пошли ладно иди первым просто влезли в окно класс сали знаете чем хороши вечеринки у наших коллег чем же курить можно где душа угодно да давно не виделись это уж точно а вот и мой погибший братец виктор чтобы я сдох 15 лет ага рад что ты жив и чтобы он остался жив нам нужен этот крест они часто перекажутся так увы увы ну тут есть нюанс честно что какой нюанс идем сейчас покажу вот смотри чё там ну это крест авари да буквально только что принесли из хранилище они поменяли порядок для этого кое-кому хорошо дали и сколько времени до начала торгов ну минут 10-15 ух ё ну нам же надо его стащить за 15 минут это неверно просто стащить 500 с лишним душ свидетелей ладно ладно нам просто нужна диверсия какая может на секунду выключить свет и ввк прям щелкай выключился потом бац выключился и кристалл нет надо что то придумать охрана увидит что мы подбираемся кристалл а если не увидит ну и богу вы прям как в тюрьме не сидели если хочешь что то обтяпать жди когда выключить свет да ты знаешь где у них тут рубильник честно я не знаю сюжет я не знаю как и угадал тут вентиляция электричество ага вот он надо залезть туда вырубить свет ну как его почти угадал они включат резервный генератор у нас будет всего несколько секунд темноты кто то должен стоять и ждать момент прямо рядом с крестом не выйдет мы так близко не подберемся на заметку кончается антипосты нет спасибо привет как дела романтик думай о деле а официанта не заметит неплохая мысль а это сработает так значит я иду к рубильнику и выключаю свет а я официант ты крутой карманник да ты спускайся туда и проследи там за всем если увидишь что нибудь нехорошее сообщай ну хорошо ладно шансы еще есть готовы пошли за мной через подвал срежем скоро уже начнется аукцион сохранился виктор спасибо все извините что да брось ты нет конечно мрамор прям у них там так много мрамора дорогой сразу видно прям особняк обои такие неплохие дерево хорошо прям вообще прям класс чувствую сейчас так будет на себя подвал в той стороне пошли мистичка конечно европейская техна европейская техна м много не понял прикола но допустим это здесь поехали черт черт только что открыто было ну что вскрываем замок нет он электронный ваш ключи стык точнее ключ стык вот это уже интересно надо бы видел классно в левом заднем кармане сейчас говорят так как будто в люди вообще нет все-таки полно народу таки при навязал таки справлю карточка в левом кармане ну ладно черт 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 ну здорово да я и не пытался давай давай чуть-чуть ну ну найдет да давай ух почти что очень осторожно да ладно серьезно а где он а вот ушел ты пушек можно карточку ч тебе подсказать чего нет да да ладно серьезно а может лучше давай поставим я отвлекаю а ты будешь ключи забавно но тут тут это он тут иду и я не не Я вижу, что вы распоряжаетесь официально, чтобы вы хозяин мероприятия. Я работаю на миссис Роскес, организму и приют. Отлично. Я еще сомневался. Ладно, ключ-карт у нас, в принципе, есть. Что ж. Так. Ну, внутри. Ну, ладно, была не была. Это нам понадобится. Что это? А, наушники, класс. Удачи. Будем на связи. Началось. Начинаю показывать Салю. Руки вверх. Привет, Виктор. Привет, Надин. Кто это? Приятная встреча. О, блин. Только теперь я застала тебя врасплох. Ну, повезло мне, что пушки у тебя нет. Угу. Тебя без формы прямо не узнать. Ну, сам понимаешь. Иногда нужно соответствовать дресс-коду мероприятия. Неплохо выглядишь, кстати. Спасибо, ты тоже. Чувствую себя не на месте. Как же приятно, наконец, поговорить с кем-то по-английски. Хотя ты же американец. Ну, тут все претензии к моим родителям. Я шла в бар. Тебе взять что-нибудь? Да, виски со льдом. Хорошо. Хорошо. Наид, ты это слышал? Слышал. Некая дама пытается тебя угостить. Да. Причем не кто-нибудь, а Надин Рос. Надин Рос? Не та, у которой армия наемников. Морской патруль. Боевой патруль. Ну да. У вас была случайность? Уже не получится, потому что стремится сейчас быть потихонечку окончательным. Но, к счастью, зла она на меня не держит. Ну, может потом еще быстрее стрельть только по... Салли, мы готовы. Ты там осторожней, ладно? Попробую. Готов? Да. Можно будем помочь мне? Что ж, что-то я уже не могу задержался. Сорян, ну так получилось, просто... Пришло бы еще на минут 30, раньше могло бы получиться. Ну... У меня просто уже время, уже. Все. В смысле, не просто потому что мне родители сказали заканчивать. Просто потому что... Уже достаточно поздно. Что ж... Всем хорошее настроение и... До свидания.